Привет, это Субнатика Ниже Нуля, и сегодня мы зафиналимся. По крайней мере, мне так кажется, и многие писали об этом в комментариях. В прошлой серии мы собрали Алана из разных частей животных. Некоторые писали, почему из разных частей животных, но я это все читал в прошлой серии. Если ты не видел, прям мы отсканировали Алана и прочитали в КПК то, что было написано о его теле. Если ты это пропустил, то пересмотри серию. Ну а мы же плывем в комплекс фазовых врат архитекторов. Мы там бегали в какой-то из серий, и вот мы снова туда возвращаемся. Ух ты ж, ёкарная, откуда ты тут взялся? Тебя тут не должно было быть. Черт, теперь придется вылезти и починить наш мореход. Что-то чертовски ему досталось. Где там у нас ремонтничек? Очищенная вода, давай выпьем. Так, так, так. Пожалуйста. Не думал, что эти рыбехи, полу-левиафаны, плавают на такой глубине. Но тут, в принципе, не глубоко, и возле льдов. Чё-то раньше я не замечал этого. Обычно он плавал возле гейзеров. Оу, чем ближе мы к вратам, тем сильнее портится погода. Ты посмотри, что там происходит. Метель, гроза, просто погода испортилась окончательно. О, кстати, надо вот эти корешки собрать, я же кушать хочу. Такое ощущение, как будто мы какое-то зло творим салоном, я не знаю. Третий мир открываем, из которого вырвется бейсы, дьяволы и вирусы. Так, вот сейчас я это поем. Ну, а так уже полегче. Единственное, что я забыл с собой взять, это краба. Смотри, как ледина выросла там перед нами. Ух. А вот эти вот чертята меня бесят. Они пуляют ледяные стрелы и замораживают тем самым. Вроде бы здесь должен был быть проходик. Но вот сейчас мы об этом узнаем, есть он тут или нет. Кажется, есть. Вот разлом какой-то. А, нет, это не разлом. Это просто углубление небольшое. А сверху у нас что-то имеется, смотри-ка. Так, так, так. Да, вроде бы мы в правильном направлении заплыли. Давай, значит, возьмем наш костюмчик тепленький. Давай, оденем его. И еще бы шлем. Шлем, шлем, шлем. Он у меня где-то здесь валялся. Я его тогда выкинул в прошлый раз. О, отлично. Значит, маска нам пока не нужна. Одеваем вот это вот. И вроде бы все, вылазим. Пошли на вылазку. Я не должен теперь замерзнуть. Я очень тепло одет. Если что, тут есть у нас цветы согревающие. Вот она, наша лаборатория. Мы сюда приплывали в одну из первых серий. Там, может быть, серия пятая или шестая. Не помню точно. Давно это было, капец, как давно. И мы подходили к этим вратам, но они, ну, не работали. Точнее, туда нельзя было пройти. Там было заблокировано. Цветочечки, привет. Не надо меня греть. У меня даже температура не падает из-за того, что я в теплой одежде. У меня полный же комплект. И это очень хорошо. Вот она, вот она. Это пещера. Прекрасная, красивая пещера. Где мы находили ледяного левиафана, там такая же пещера, кстати, была. Вот они, эти врата. Кстати, они уже открыты. Смотри-ка. Алан, видимо, туда прошел. О, так он тут уже что-то химичит. Алан, готовишься отправиться в путь? Да. Столько еще нужно сделать. Какой он шустрый. Что-то запускает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что происходит? Это, по-моему, неправильно. Что-то не так. Какого лешего? Нифига себе искры в глазах. Чтоб меня. Дайте мне сварочные очки, пожалуйста. Я же ослепну от этого света. Вот. И тут. А что ты так, как будто распятый? Он влевитирует. И руки у него какие-то зеленые. Я боюсь к нему подходить. Вдруг он меня сожрет. Или опять вселится в меня. Ну что, Алан, что будем делать? Что-нибудь расскажешь? Все еще хочешь пойти со мной? Как только зайдем в телефон, назад пути не будет. Шутишь? Я не упущу шанс узнать, откуда пришли архитекторы. К тому же, другого транспорта у меня нет. Я не знаю, что нас там ждет. А вдруг остальные больные или враждебны? Если они вообще живы. А может, там ты обретешь спокойствие? Найдешь семью? Надеюсь, так и будет. Зареши все неоконченные дела на этой планете. Найди меня на другой стороне, когда будешь готов. В смысле, на другой стороне? На какой стороне? Там, что ли, где-то? Подожди, про какую сторону он говорил? Ладно, пойдем к этому свету. Блин, жалко телепорта. А, может быть, на другой стороне он вот там. Помнишь, когда мы плыли к теплицам Маргарет? Я видел на скале тоже какое-то сияние. Может быть, на этой скале другая сторона имелось в виду. То есть, он телепортнулся куда-то в эту стенку. И где-то там наверху есть еще один такой же зал. А фиг его знает. Ну, короче, пойдем искать. Жеванные тапочки. Ну, что здесь, собственно, происходит? Зеленые какие-то непонятные глюки. Ужас. Ужас. Нельзя на это смотреть. Не смотри. А то точно нас любят. Так, на другой стороне. Другая сторона. Пойдем искать другую сторону, значит. Ладненько, давай-ка оплывем весь этот ледяной материк. И посмотрим, с какой стороны можно еще сюда заплыть. Я жду тебя на другой стороне. Весь прикол, что даже в голосовых журналах нифига нету. Последние речи или упоминания о месте, куда бы нам нужно было приплыть. Давай назад. Короче, тайна, покрытая мраком. Такое ощущение, как будто я словил галлюцинации. И Аллен это тоже часть моей галлюцинации. А в реале ничего не происходит. Так, короче, предлагаю сделать следующее. Берем и отсоединяем. Сейчас, подожди. Вылезем. Хочу отсоединить весь хвост морехода. Вот этот вот длиннющий. Чтобы плыть быстрее. По крайней мере, я надеюсь, что буду плыть быстрее. Отцепляем. Вот так. Ой, можно было еще и вот этот отцепить. Вот так вот. А-а-а, чертова рыбеха. Хорошо, что я в теплом костюмчике. Мне она не страшна. Отлично. Так, стой, стой, стой. Почему ты зацепился? Нет. Вот так вот. Ох, ох. Чуть меня опять не заморозили. Заходим в мореход. И давай проверим, насколько шустрее я теперь стану плавать. Да, по-моему, так же. Ну ладно. Интересно теперь, смогу ли я телепортироваться в отсоединенный модуль. Там же нет света. Он, по идее, не рабочий. Но если смогу, то это будет круто. Короче, плыву, плыву. Проплыл все эти ледяные тоннели. Вон, смотри, позади. Сколько всего. Под ледяной вот этой коркой. Что-то странно, куда я плыву, я уже так далеко, на самом-то деле. Там вон киты плавают. О, какой интересный айсберг, смотри. На рыбку похож. Короче, внизу уже нифига не видно дна. Что-то, если честно, мне очков, потому что тут даже рыбок уже нету. Вот это что такое плывет? Что-то я очкую. Очкую немножечко. Давай-ка я. Это кит, наверное, да? Ну да, это кит. Ладно, продолжаем. Оплывать эти льдины. Чем мне нафиг сожрут? Лучше вот так вот сделать. Музыка кардинально изменилась. Что-то как-то страшно становится. Ой-ой-ой. Но это все. Мне кажется, мы выплыли за пределы. И сейчас какая-то фигульна приедет и сожрет меня. Давай вокруг посмотрим. А-а-а-а! Это я просто ударился. Мне уже страшно. О, то есть мы можем заплыть под эти толщи льда? Нечиси, нечиси. Весь прикол, что у меня 8% заряда морехода. И мы еще пока держимся. Так, ну что-то вообще непонятно, куда я плыву. Если честно. Ой, я что-то слышу, я что-то слышу. Я что-то слышал. Так, надо повернуться. О-о-о-о, вот это что такое? А-а-а! Да ну ты не стремный. Подумаешь. Подумаешь. Ты меня даже нормально схватить-то не можешь. Пф. Так, ну все понятно, кто тут плавает. Вообще не страшно. Короче, я заплыл уже куда-то за пределы какие-то непонятные. Ой, 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 ой. А это что такое? О-о-о, какой здоровый, смотри. О-о-о, нифига себе. А, это же он, по-моему, да? Нет? Он все равно меня тоже не схватил. Так, он будет нас ломать, скорее всего. Ну что ты так орешь? На тебе разряда. Иди, искупнись где-нибудь там. Ой, подожди, надо починиться. Надо починиться. Давай, вылезем. Внимание, Дина. Пройденная отметка в 100 метров. Эффективность кислорода снизилась. А, точно, у меня же нет в этом. Так. Ой, меня куснули. Ой-ой-ой, а что ты так близко-то ко мне? О, могу отсканировать его даже. Погоди. Хелицерат. Ему пофиг. Точнее, мне пофиг. Ты меня все равно не сорвешь. Ой, их там целых два было, и я сдох. Угу, понятно. Жалко, я его, конечно, не отсканировал. О, я снова здесь. Забавно. Хелицераты. Я вас не отсканировал. Разрешите, я это сделаю? Так. Так, так, так. Да, блин, не дают, не дают. Быстро очень сжирают. Пока мореходик целый, я буду. Что, что... О, смотри, вон, 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 вон. Есть шанс, есть шанс, есть шанс. Давай, давай, давай. Иди сюда. Давай, давай, давай. Но чуть-чуть мне оставалось-то там тебя отсканить. Стой! Задолбали, а? Какие наглые. Какая у него пасть, ты посмотри. Подплыви чуть-чуть поближе-то, а? Ой, 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 стрёмно. О, ой, ой, их тут двое. Они меня сожрать пока не могут, потому что я спрятался за мореходом. Во, можно отсканить. Давай, давай, давай. Сканируй. Сканируй. Ну, давай чуть-чуть поближе подплыву. По-моему, их тут дофига вообще на меня сагрилось. Вот так вот можно отсканить. Неужели я смогу это сделать? Да блин. Ну, поближе-то подплыви. Ну, 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 еще чуть-чуть. Есть! Я его и сделал. Я его отсканил. Давай почитаем. Хелицерат. Агрессивный левиапан с громадным клювом. На данный момент мы мало что знаем об этом инопланетном чудище. И многие на 45-46Б надеются, что так все и останется. Так, подожди. Я читать не буду. У меня что-то кислород кончается. Надо залезть. Вот. Я залез. Вот. Все, я залез. И мы отсюда потихонечку уплываем. Оставляем этих... Вот так вот разряд. Ой. Все. Все. Прощай, мой мореходик. Прощай. Управлять жилищным модулем. Ой, я, оказывается, жилищным модулем тут был. Да я еще жилищный модуль тащу. Прикинь, не выплываю отсюда. Обалдеть. Я с этими ребятами плаваю. Они меня не могут сожрать, потому что я жилищный модуль тащу. Жалко, конечно, жилищный модуль. Но что пойдет. Ой, все. Жилищный модуль тоже кранты. Ну и вот и меня сейчас сожрут тоже. Все. Капец. Читал КПК, когда эти твари там пытались меня сожрать. Но я вообще бесстрашный, конечно. Так, я сейчас должен появиться где? Надо было телепортом воспользоваться. Эх, ну ладно. Где это я? Ха! Спасательные капсули? Обалдеть. Так, продолжим чтение. Хелицераты бездны. Это редкие хелицераты-мутанты, которые предпочитают охотиться в темных, открытых водах на границе сектора. То есть вот, это скорее всего я вот этого хелицерата бездны встретил. Оценка. Избегать. Агрессивен и потенциально смертелен. Ну, хорошо. Я, по крайней мере, отсканил эту тварину, которая испортила мне мореход. И она у нас теперь есть в КПК. Можно изучать. А сейчас мы плывем за Кайдю, потом возвращаемся в лабораторию Альтеры, которая разрушена. Короче, прикинь, я пошел смотреть других блогеров. Типа, что у них, как они, что делали. И у них, оказывается, здесь есть огроменные врата. А у меня их, как бы, ну нету. Мне тупо входить некуда. Вот тут вот врата у них стоят. И в эти врата входил Алан. А я... И должен был бы и я войти, но мне некуда входить. И это говорит о том, что, блин, походу, мне надо переустанавливать игру. Это просто капец. Че за дичь? То есть, как бы, Алан вошел в свои импровизированные врата. Я-то думал, он своим телепортом воспользовался. А он, оказывается, врата вошел, типа телепортнулся. А мне борода. Короче, меня кинул Алан. Вот тебе альтернативная концовка. Нас кидает Алан, оставляя на этой планете погибать. Вот так-то. Ладно, пошел, короче, качать заново игруку. Надеюсь, сохраненки останутся. Фух, обошелся малыми потерями. Просто докачал обновления беты-версии в стиме, и все обошлось. Смотри, вот она, за телепорт. И, наконец-то, мы сможем зафиналиться. Фух, я уж думал игру переустанавливать, и там, может быть, несовместимость с сохранениями, еще какая-нибудь байда. Ну, короче, меня все это обошло. Мы заходим в портал. Так-так-так, вон там Алан стоит, и где это мы? На какой планете? Ага, телепорт в обратку не работает. Ясно. Ну, пойдем к Алану. Алан! Ё-моё, опять снег? Смотри, что с небом было? Меня проглючило, или что-то с небом было? Так. Че-то я очкую, че это за планета такая? Мы че, на той же планете остались? Че с небом происходит, я не понял. Алан, мы где? И как раз вовремя, Робин. Фазовые врата открываются. А, то есть мы еще на планете. Вы все это время скрывали здесь фазовые врата? Только последнюю тысячу лет. Они приведут нас домой. Не удивительно, что ты прятался от Альтеры. Необходимо было защитить родной мир, в надежде, что остальным удалось выжить. Охренеть, вот это врата. То есть мы еще до сих пор на планете Б-45-46, и сейчас нам предстоит тэпашиться куда-то в другое измерение. Поможешь мне подготовить корабль? Нужно расставить энергические мачты по местам. Ну, теперь другое дело. Он мне пару рук своих дал. Магнитных. Крутяк. Мы сейчас будем инопланетный корабль снабжать питанием. О, да я левитирую. Круто. Ха-ха, забавно. Классно, спасибо за руки. Алан, ты очень щедр. Так, так, так. Значит, а как мне туда поставить энергетические блоки? Ты мне скажешь? Как мне это сделать? Мне туда как-то попасть же надо, наверное, да? Поставить консоль. Подожди, подожди. Что-то я не понял. Где это? Нифига себе. Вот это дырище там. Ну, я так полагаю, мне туда... А, вот смотри, поставить колонну. Вот что мне нужно сделать. Ну, давай поставим. Ёк-макарёк. Вот это технология. Вот это я понимаю руки. Чёрт, 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 чёрт. Держи её. Алан нам не простит. Да что с ним вам происходит? Капец. Но это бетка. Это бетка. Она спасла мне игру, но галюки тут, конечно, имеются. Так, вот эту колонну теперь надо поставить. То есть, это колонны и есть энергоячейки, типа? Или что? Я не вкуриваю. Так, спакуха, спакуха. По идее, эти руки работают автономно. Я им ничего не приказываю. Ну, как бы рукой чё-то показываешь, что нужно делать. Но они всё сами делают. Так, всё выключилось. Да, эти колонны были энергоячейками. Отлично. Возвращайся ко мне, и я начну сборку корабля. Его ещё собирать нужно? Ну, хорошо. Я здесь. Вернуть руки. Хорошо. Мачты на месте. Энергетическое поле готово. Нельзя терять ни минуты. Я за тобой, да? Окей. А где твои руки? Я же тебе их вернул. А-а-а. 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 Вот корабль. Понятно. А я думал, вон то корабль. Чё, мне как-то заходить к тебе? Присоединяйся, Робин. О, левитационный портал. Нормально мне прилетело. Прошу прощения. Левитатор был откалиброван под более тяжёлые тела. Я бы помог тебе подняться. Но, как видишь, я полностью интегрирован в корабль. Это необратимо? Нет ничего необратимого. Ты готова? Да. Я нашла ответы, которые искала. Я готова двигаться дальше. Мне не вернуть Сэм. Но я знаю, что она погибла, сражаясь. И что я закончил её работу. Я навсегда сохраню память о ней. Хорошо. Приготовься. И мы отправимся в путь. Блин, он получается в корабле. Ясно. Висит, как тушка мёртвая. То есть, Аллан сейчас — это корабль. А тело, ну, оно просто тело висит и висит. Так, и чё? Приготовиться к старту. То есть, мне нужно держаться за вот эти штуки. Ну, давай схватимся. Запуск через три. Два. Один. Два. Нифига себе, чуть в метеорит не влетели. Аллан, ну ты ювелир. Что будет нас там ждать? Если я последний, я испытаю скорбь от угасания десятков тысяч душ. Да не сытый, Аллан знает, что делает. Сейчас посмотрим на их планету. Всё, я так понял, что мы уже на планете. Дождик идёт тут. Нифига себе! Вот это у них тут город. Обалдеть. А если они выжили? С тобой я готов к мутам расходиться. Вау! Всё, вот такой вот конец. Блин, какая-то стрёмная заставочка в конце. Я думал, закончится. Ну, закончилась как бы эпично. Но могли бы заставку какую-нибудь грамотную сделать. И в конце, когда показывали город в солнечном свете, это был рисунок. Это не 3D моделька. Это просто был рисунок. Ну, классно, классно сделано. Но немножечко я подразочаровался. Я ожидал немного другого. Что мы увидим других архитекторов. Или мы приземлимся в этот город. Или что-то ещё. Как-то более эпичная концовка будет. Но, что имеем, то имеем. Всё, субнатика Белу Зеру пройдена. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк. И подписаться, если ты ещё не подписан. Чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну, а мы ждём третью часть. Надеюсь, что она будет. По крайней мере, концовка на это рассчитана. Субтитры создавал DimaTorzok